Саламас Тармахурмед Тотандастар Здравствуйте, уважаемые соотечники! До митинга 6 июля осталось буквально несколько дней. Еще мы публично не объявили места. И это в большей степени связано с тем, что не по всем городам мы знаем места проведения праздничных мероприятий, посвященных 20-летию Астаны. Мы уже озвучивали, что именно 6 июля в местах массового скопления людей мы призываем наших сторонников выйти на митинги за бесплатное образование. Также у нас была тема, посвященная требованию увеличить зарплату полицейским и улучшить их социальные условия. Буквально неделю назад мы выдвинули новые требования, это кредитная амнистия. Мы потребовали списать ипотечные займы в соответствии с программой демократического выбора Казахстана. В нашей программе звучит следующее, что жилье стоимостью до 30 миллионов тенге оформлено в виде ипотечных займов. Правительство ДВК, когда придет к власти, оно спишет такие кредиты. Чтобы вы знали, что рынок такой в размере 1.1 триллиона тенге. Это порядка 3 миллиардов долларов. Из которых, по нашим оценкам, не более 2 миллиардов долларов составляет именно ипотечные займы до 30 миллионов тенге, а в реальности еще ниже. Поэтому эта сумма в масштабах нашей страны незначительная. Второе. Мы выдвинули новые требования именно к митингу к 6 июля, чтобы были списаны потребительские кредиты. Я сейчас более подробно остановлю, что за потребительские кредиты. И кредиты я единственное озвучу, что рынок порядка 3 триллионов тенге, если быть точным, на конец года 2,9 триллиона тенге, это порядка 8,5 миллиардов долларов. То есть, фактически, весь объем ипотечных займов плюс потребительских кредитов грубо составляет порядка около 10 миллиардов долларов. Конечно, для простого человека это звучит цифра как огромная, нереальная сумма. И я в свое время по потребительским кредитам озвучивал следующую позицию, что потребительские кредиты в целом в среднем на человеке приблизительно около 500 тысяч тенге. И когда заработает правительство демократического выбора Казахстана, в связи с тем, что существенно вырастет заработная плата в 3-5 раз, где-то даже еще больше, эти кредиты наше население легко погаснет. Это была моя позиция, озвученная в конце прошлого года. Но затем я более детально посмотрел эти кредиты, размеры, и обнаружил с удивлением, что в потребительских кредитах у нас завязано практически все работающее население страны. Около 8,5 миллионов человек. Что такое потребительские кредиты? Обычно потребительские кредиты не требуются целевое их назначение. Люди берут на покупку разной техники, на какие-то ремонты и все прочее. Грубо говоря, на свои домашние дела. В реальности даже люди брали на проведение свадеб и так далее. Но средний размер ее приблизительно составлял на человека около 500 тысяч тенге. В зависимости от региона, где-то в Алмате существенно больше, свыше миллиона, где-то меньше. В среднем около 500 тысяч тенге. Вот углубившись, я понял, что сумма для всей страны, для каждого человека кажется небольшой, но поражает масштаб вовлечения людей. Именно порядка 8,5 миллионов человек. Это реально все работающее население страны. С учетом того, что Назарбаев практически каждый год около 10 миллиардов, реально, только по официальным данным я говорю, там есть другие схемы воровства денежных средств из бюджета страны и у национальной компании. Минимум 10 миллиардов долларов уходит в банки Назарбаева и там пропадает бесследно. Я буду каждый раз повторять до тех пор, пока все граждане страны не осознают масштаб воровства. Каждый раз буду рассказывать о том, что в 2017 году Нурсултан Назарбаев влил в Каском 2,4 триллиона тенге, это 8 миллиардов долларов. А затем этот банк за 2 тенге приобрел Тимур Кулебаев. Я каждый раз это буду говорить, озвучивать, чтобы каждый гражданин нашей страны осознал, что каждый год свыше 10 миллиардов долларов семья Назарбаева ворует из бюджета страны. Каждый год. В тот год, в 2017 году, когда Назарбаев все время с экранов телевизора говорил, что в стране кризис, что даст Бог, как он говорит, в 2020 году станет лучше. Слушайте, когда он говорил, что в стране кризис, игрок даст Бог, будет в 2020 году лучше, только за 2017 год он в один банк влил 8 миллиардов долларов, украл у страны. При этом, когда в 2017 году демократический выбор Казахстана озвучил свою программу по повышению заработных плат учителям, врачам, всем бюджетным работникам, увеличение пенсии, увеличение размера пособия матерям за каждого ребенка, и были разные социальные программы, в это время правительство говорило, что денег в бюджете нет, и только в один банк было залито 8 миллиардов долларов и украдено. Я хочу, чтобы каждый гражданин нашей страны знал, что денег в стране много. И когда кто-то пытается сказать, что программа демократического выбора Казахстана по списанию потребительских кредитов и ипотечных займов является популистской, и настроена на оригинальные так называемые слои, то я вам эту цифру озвучу, чтобы вы знали, что вас обманывает. У нас осталось действительно всего лишь несколько дней, и у наших граждан выбор. Выбор просто терпеть этот режим, жить безысходные жизни. 8,5 миллиона человек могут прыгать с кредита на кредит, с потребительского кредита от ставки 21 до 35-6% годовых, считать проценты, ужасаться, будут распадаться семьи, будут конфликты, кто-то будет сжигать себя от безысходности. У вас выбор, выбор 6 июля сказать нет всему этому. 6 июля вы можете переломить ход истории, вы можете переломить свою жизнь, все изменить. Потребительские кредиты многие берут не только на покупку техники, телефонов, как представит, пытается власть, или проведение тоев, свадьбы, которые тоже нужны, телефоны тоже нужны. Наши люди должны быть встроены в мировую цивилизацию и получать информацию, пользуясь всеми благами цивилизации. И когда кто-то насмехается над ними, это люди, которые присосались к этой системе и насмехаются над своим народом, называют их маргиналами. Или как Иманголит Асмагабетов, будучи мэром Алматы, назвал наших бедных несчастных жителей, шанраки, у которых отбирали последнее жилье, сносили, били беременных женщин, он назвал тех казах, которые там живут социальными аутсайдерами. Я хотел бы сказать, что сейчас власть готовится к мероприятию 6 июля. И вы это прекрасно знаете. Мы получили информацию, что во всех силовых ведомствах проводят совещания. И я, как бывший член правительства, хотел бы рассказать, к чему это приведет, каким последствиям для этого режима и как это поможет демократическому выбору Казахстана. Мы получили сведения. Следующее. Ну, например, возьмем такой надзирающий орган за законностью и правопорядком Генеральную прокуратуру. Казахстан подписал международные соглашения, в которых связан ряд, ну, скажем так, обязательств со стороны Казахстана по проведению различных акций, митингов, собраний, шествий, свободы слова, одним словом, различных прав граждан. На меня вышла одна женщина, которая, ну, так получилось, недавно покинула Казахстан, уехала в Англию, и она хочет провести поддержку наших требований 6 июля, акцию протеста. И она говорит, что с удивлением обнаружила, что в Лондоне для проведения акций протеста не требуется никакого ни уведомления, ни разрешения. Говорит, как так? Она у меня спрашивает. Я хочу сказать, что такие требования по проведению разных мирных собраний и так далее закреплены международными соглашениями между Казахстаном и европейским сообществом, и не только с этими странами. И поэтому каждый гражданин нашей страны, в соответствии с этими соглашениями, имеет право выходить на пикеты, выходить на митинги. В Конституции наши права тоже закреплены. Каждый человек имеет право озвучивать свою позицию, право на создание политических организаций, на их участие, и никто не имеет права спрашивать, состоишь ли ты в демократическом выборе Казахстана или в любой другой партии. Это прямо в Конституции написано, очень четко. И когда орган, отвечающий и надзирающий за применением закона, Генеральная прокуратура, его представители приходят к вам и требуют, чтобы вы написали расписку, предостерегают вас от участия на митинге, вы должны все знать, что именно этот орган в первую очередь нарушает ваши права, нарушает закон. И что происходит, например, в случае с организацией митинга 6 июля? Тот же надзирающий орган прокуратура проводит совещание между своими разными руководителями, директорами департамента, заместителем генеральных прокуроров и тому подобное. Генеральный прокурор Кажемжаров издал приказ, что 6-го, 8-го работники прокуратуры работают в режиме усиления. Они, значит, что хотят? В местах массового скопления людей, железнодорожные вокзалы, аэропорты взаимодействовать и контролировать так называемых недовольных граждан, как прозвучало из уст замгенерального прокурора Лукина, когда он проводил совещание, что нужно следить за маргинальной молодежью, вдумайтесь, за маргинальной молодежью, которая будет выкрикивать те или иные лозунги, выражать недовольство. У нас в стране вся страна уже маргинальная в понимании этой политической верхушки. Только они наверху не маргинальные, вся страна маргинальная. То есть эта настройка хочет контролировать всю страну и не давать возможность выразить свое недовольство. Конституционные права. Вот представьте, как происходит. Генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, министр внутренних дел, разные другие организации, Акима областей и все прочее собирается у Назарбаева. Он дает поручение, чтобы эти силовые структуры препятствовали проведению митинга 6 июля. Любых собраний, которые выражали бы недовольство действующим режимом. Во-первых. Во-вторых, просто даже вопрос не в недовольстве, а чтобы вы могли высказать свою позицию. Например, потребовать бесплатное образование. И какие-то другие требования. Любые. Собирается вся эта верхушка у Назарбаева. Это члены его мафиозной группировки. Затем каждый руководитель, например, генеральный прокурор, собирает своих заместителей, дает им поручение. Затем замгенеральный прокурор собирает директоров департамента, дает им поручение. Это все указания идут в области, города, районы. Затем то же самое происходит работа в Кабинете национальной безопасности. Потом Министерство внутренних дел. Ну, Министерство внутренних дел, приведено по статистике, официальной статистике, работает около 160 тысяч человек. Вот все эти органы получают циркуляры сверху. Потом на всех уровнях встречаются. Получают указания. Всем своим подразделениям дают указания в районах, там, аулах и так далее. Затем собирает руководитель Аблано, Гарано, Райано, потому что они знают наши требования, связанные с бесплатным образованием. Значит, после этого собирают учителей, директоров, заучей. Учителей у нас в стороне около полумиллиона. Затем собирает преподавателей, ректоров вузов. Миллион студентов у нас. Суммарно преподавателей полмиллиона, студентов миллион. Что делает власть? Фактически все те, кто так или иначе, скажем, находятся в зоне этого вопроса, а именно бесплатного образования, школы и так далее, они начинают вовлекаться и политизироваться уже самой властью. Власть говорит, что демократический выбор Казахстана – экстремистская организация. Вот представьте, миллион людей, они вовлекаются в этот процесс, и власть начинает методично всем давать различные циркуляры, вызывать прокуратуру, все прочее. И при этом каждое их действие – нарушение Конституции, нарушение действующего закона Казахстана, нарушение международных соглашений, ваших прав, тех прав, которые закреплены как Конституцией, так и международными договорами. Чтобы вы знали, в Конституции говорится, что над нашими законами стоят международные договора. Так вот, в этих международных договорах закреплено ваше право выйти на свободный митинг, выйти, не требуя специальных разрешений, и тем более, вы знаете, что местные власти разрешения не дают никогда. Это многие уже на себе испытали. Поэтому их лицемерное заявление, что эти митинги незаконные, вы просто, чтобы понимали, незаконны действия прокуратуры, КНБ и всех государственных органов власти, которые своими действиями прямо нарушают Конституцию страны, даже Назарбаевскую, даже нарисованные, не говоря уже о международных соглашениях, которые по статусу выше, чем наше внутреннее законодательство. Это прописано Конституцией страны и всеми нормами нашего законодательства. Я сегодня таким образом хочу показать, что эта вся машина государственная оказывает влияние, давление на все общество. И те люди, которые не знали, что такое демократический выбор Казахстана, не знали, какие требования выдвигаем, они, безусловно, начинают интересоваться. Я уверен, что в ближайшие полгода каждый человек, умеющий читать и писать, будет разбираться, что такое демократический выбор Казахстана. И будет понимать, что эта организация требует повышения уровня жизни всего населения, поднятия уровня пенсии двух миллионов пенсионеров, которые в нашей стране есть, поднятия размера пособий для тех, кто имеет ограниченные возможности. Их 600 тысяч человек минимум. Требует повысить заработную плату в несколько раз, в два раза минимум, учителям, преподавателям, воспитателям. Их минимум 500 тысяч человек. Поднять зарплаты врачам. Это все написано в нашей программе. Врачи и медсестры у нас приблизительно около 300 тысяч человек. Все наши требования, они охватывают все слои населения. И через короткое время, максимум через полгода, все наши программы глубоко проникнут в сознание людей. И каждый из вас осознает, что демократический выбор Казахстана это политическое движение, которое представляет интересы народа. И получается, что политические организации, представляющие интересы народа, этой властью объявлены экстремистской. Этой власти объявлена экстремистская организация, которая действует в соответствии международными соглашениями, которые подписал Казахстан. Так кто у нас экстремист? Экстремист это политическая верхушка, которая всеми путями препятствует нормальному развитию страны и хочет, чтобы они оставались у власти вечно, продолжали грабить страну как раз миллиардами и подавляли естественные желания человека к нормальной жизни, к свободе и к справедливости. К естественному желанию жить по закону, к естественному желанию, чтобы перед законом все были равны. Чтобы никто не имел исключительный прав, прикрываясь вывеской, что он первый президент страны, лидер нации, получает эксклюзивные права, члены его семьи, контролируют все речи власти, миллиардеры за счет государства крадут миллиарды. Это никто не позволит. Никто не позволит. Какое-то время, но султан Назарбаев, пользуясь этой властью, пользуясь тем, что люди не понимали, не знали, морочил голову. Но теперь наступило время перемен. И 6 июля вы можете сказать свое слово «нет». Нет этому режиму. И вы должны знать, что сейчас появилась в стране политическая организация. Политическая организация, которая объединяет людей. Я знаю, что есть люди заблуждающие, есть специальные тролли, которые говорят «Облязов, ты приди в страну, приедь и будь вместе с нами». Я уже по этому поводу говорил. «Облязов не может поделиться на 100 и более частей, быть в каждом участке страны». Когда мне говорят, что вот нас побьют, посадят и так далее, вот ты приди, ты трус и так далее. Я хочу тем, кто не знает, что Облязов провел в тюрьмах около 5 лет. Что у Мухтара Облязова конфисковали всю собственность. Что этот режим пытается опорочить его. И по всем средствам массовой информации есть попытка, она уже многолетняя. И больше нет такого примера, чтобы режим в течение 9,5 лет непрерывно поливал одного человека. И нужно быть, я считаю, круглым идиотом, чтобы не понимать, что такое возможно только тогда, когда человек идет против системы и хочет его изменить. Вы не найдете еще ни одного человека в стране, чтобы 9,5 лет неустанно этот режим преследовал, поливал, использовал средства массовой информации, незаконно, заочно создавал судебные процессы. Когда я вышел из тюрьмы, когда решение высшего французского суда было заявлено, что это преследование со стороны Казахстана, политическое, организованное Казахстаном со стороны как России, так и Украины, это все было дезавуировано. Я признан политическим узником, преследуемым по политическим мотивам. Поэтому никто меня не может упрекнуть, что Блязов где-то отсиживается. Когда меня сравнивают с Навальным, хочу напомнить еще раз, что Навальный не может участвовать на митингах, он не может участвовать во всех митингах, где более 100 митингов одновременно проходит. Не успевает он выйти из дома, через 15 минут его задерживает, и каждый раз он по 30 дней сидит в тюрьме. Я провел в тюрьмах около 5 лет. И ему, к Те Навальному, нужно очень долго просидеть в тюрьмах, чтобы догнать меня, который просидел около 5 лет. Я отдал всю свою жизнь на борьбу с этим режимом. И никто не может меня упрекнуть в том, что я чего-то боюсь или прячусь. Я вынужден еще раз повторить, что этот режим многократно на меня оказывал покушение, таранил мои машины, организовывал снайперов, похищал мою семью. Это я все адресую тем, кто пытается найти оправдание своему бездействию, своему страху. Мы должны понимать, что если мы будем сидеть, молчать, бояться, ничего в этой жизни не изменится. Все те, кто считает, что Назарбаев помрет и все изменится, они ошибаются. Придет к власти его дочь Дарига, на худой конец придет его ставленный комитет национальной безопасности Карим Масимов. Этот режим будет законсервирован еще на 20 лет. Сегодня я видел публикацию Сергея Дуванова. Я обычно не цитирую никого, но здесь просто очень интересный пост был. Я хотел бы вот на этом примере, скажем, рассказать свою позицию. Так вот, Дуванов не просто критикует Сергея Дуванова, это известный публицист, известный диссидент. Сейчас он работает в правозащитной сфере. Я сразу скажу, что независимо от того, что его очень много людей критикуют, я на самом деле к нему отношусь с большим уважением и не думаю, что оно у меня сильно изменится, моя позиция по отношению к нему. Такие люди со своей позиции очень полезны, они как бы критикуют, будет общественную мысль. Я сегодня хотел бы ответить в прямом эфире на его публикацию. Так вот, что он говорит, Сергей, что есть три направления. Есть люди, которые считают, что надо ждать, ждать, когда Нуслан Назарбай помрет. Ну и сами по поводу этого иронизируют и говорят, что эти люди ждуны, что ничего не изменится, что такой подход приведет к тому, что режим законсервируется еще как минимум лет 15. Второй, Сергей Дуванов говорит, что есть так называемые люди, которые ориентируются на диалог с властью, что нужно еще вести переговоры с властью, договариваться, где-то изнутри с ними работать и, может быть, изменится. Это мы все проходили. Я сам когда-то работал в правительстве полтора года, пытаясь изнутри повлиять на Нуслан Назарбаева. Более того, когда мы в ноябре 2001 года создали движение «Демократические выборы Казахстана», у нас было так называемое «мягкое крыло», которое впоследствии организовалось в партию «Акжоу», которых я тогда, скажем, жесткую по ним оценку не давал, но внутри, конечно, я их считал просто политическими предателями, которые раскололи наши политические движения. Это привело к тому, что меня и Галамжана Жакьянова посадили в тюрьму на 6-7 лет. А эти люди, которые пытались найти диалог с властью, отошли в сторону, создали партию «Акжоу», которая в конечном счете была захвачена Нусланом Назарбаевым, используя своего агента Алихана Байменова, бывшего министра социальной защиты и бывшего рука администрации президента Нуслан Назарбаева. В итоге эта партия «Акжоу» сейчас находится в парламенте. Это как отдел партии «Нуратан», предательская партия, многократно захваченная. Это те люди, которые пытались идти на сговор с властью, так называемое «найти возможность диалога с властью». Этот режим многократно показал, что никакого диалога с властью не будет. Те люди, которые пытались это сделать, был в том числе и Алтенбек Сарсимбаев, который искал диалог с властью, он был убит. Диалог с властью были другие, пытались найти, и Заманбек Нуркадилов, он был внутри, выходил отдельно, он тоже был убит. Поэтому диалог с властью не будет. В этом смысле Сергей Дуванов прав. Он про этих людей сказал так. Это как некий предмет, который находится в проруби и там болтается. Те люди, которые пытаются найти диалог с властью, это правильное сравнение. Я поддерживаю Сергея Дуванова. Может кто-то и заблуждаться какое-то время, пытаясь найти диалог с властью. Но уже 2018 год, в начале 2000-х годов, я еще мог снисходительно к этому относиться, понимая, что люди должны пройти свой эволюционный период и осознать, что диалога с этой нынешней властью, а власть, чтобы вы понимали, это один человек. Но султан Назарбаев со своими родственниками. Больше там никого нет. Все остальные это не власть. Это его инструменты, это исполнители. Когда вы большое значение придаете тем или иным министрам, премьер-министру и так далее, это тени, это тени, но султана Назарбаева. Когда они меняются, вы начинаете обсуждать, вы зря тратите время, потому что он сегодня поставит одного, завтра другого. Ничего не изменится. Потому что вся власть находится в руках одного человека. Именно султан Назарбаев назначает депутатов под видом выборов. Именно он назначает премьер-министра и министров, судьи, акимов. Все в нашей стране назначается одним человеком. Никакой импичмент ему невозможен, потому что верхняя палата, сенат, нижний мажорист, все находится под его контролем. И когда мы говорим власть, кто-то пальцем показывает на премьер-министра или министров. Знаете, эти люди, они находятся в сговоре с властью. Они пытаются таким образом не в ту сторону показать и таким образом вести заблуждение в вас. Власть в руках находится только у одного человека, у султана Назарбаева. И его, эту власть, невозможно реконструировать, пока вся эта система не будет сломлена. Именно поэтому мы говорим, президентской власти в стране не должно быть. Мы должны построить парламентскую республику без должности президента. Именно это является основной политической платформой демократической выборы Казахстана. И третье, что озвучивает Сергей Дуванов. Он говорит, что Аблязов опирается на маргинальную часть. Я хочу по этому поводу сказать, Сергей, что, еще раз повторить свою мысль, у нас все общество маргинальное. Ну, представьте себе, что 8,5 миллиона человек имеет потребительский кредит. Это все работающее население страны. Все работающее население страны, которое в средней получает менее 100 тысяч тенге, имеет в среднем потребительские кредиты 500 тысяч тенге. В среднем. Где-то больше миллиона, где-то меньше. Поэтому, когда говорят о маргиналах, здесь на самом деле надо четко понимать, маргинальным у нас является практически все общество. Да, демократический выбор Казахстана в своей программе опирается на все общество, как бы вы его ни называли. Ни власть, ни аналитики, что это маргинальная часть общества. Да, именно на них мы опираемся. Да, именно на них всегда опирается любой политик всего мира. На большинство общества. Потому что именно в интересах большинства проводятся те или иные реформы. Сергей Дуванов говорит, что в Казахстане нет гражданского общества, что нет организованной политической силы, что дистанционно нельзя управлять. Но извините, возьмите даже пример Навального. Он сидит внутри России, сидит в небольшом офисе. Именно через социальные сети организовывают акции протеста всех граждан страны. Вот я также сижу в небольшом офисе и также организовываю протест всех граждан страны. Единственная разница в том, что я прошел тюрьмы, то, что у меня конфисковали бизнес, пытали, похищали семью. Единственная разница, что сейчас я не выхожу, не сделаю попытки выходить из офиса и меня не задерживают на 30 дней. Но все эти испытания я прошел. Только в этом большая разница. И поэтому я считаю, что у меня просто моральное право любому сказать, что никто меня не может упрекнуть в том, что я избегаю трудностей или призываю людей к каким-то акциям протеста, при этом сам оставаясь в безопасности. Это не так. Я знаю, что те, кто что-то пишет или аналитические статьи, или что-то говорит, прекрасно осознают, что я нахожусь в зоне повышенного риска, что этот режим для того, чтобы спасти свои миллиарды капиталов, не остановится ни перед чем. Это только вопрос времени. Кто раньше успеет или мне удастся организовать наш народ и добиться смены режима, или они практически сумеют добиться успеха, ликвидировать меня. Вот вопрос только в этом стоит. Теперь, когда Сергей Дуванов говорит, что у нас общество другое, отличается от Грузии, Армении, Украины, что вот именно там гражданское общество, а у нас оно не очень. И что это может привести только к хаосу, потому что нет организованной политической силы, я хотел бы возразить. Первое. Политическая сила есть. Сейчас такая, к сожалению, единственная, я еще раз хочу сказать, к сожалению, единственная политическая сила в демократический выбор Казахстана. Таких сил должно быть много, но их не будет. Не будет других, внутри страны, потому что режим только за то, что кто-то лайкает, только за то, что кто-то говорит, что он поддерживает ДВК, или просто выходит с синими шарами, символом демократического выбора Казахстана, задерживает этих людей и преследует. И когда кто-то, даже находящийся в рядах демократического выбора Казахстана, заявляет, что я за то, я поддерживаю любые движения, которые конкурируют между собой, разные партии, он глубоко заблуждается. Почему? Потому что этот режим на территории Казахстана не даст организоваться ни одной политической силой, которая будет бороться против этого режима. Ни одной политической силе. И ни у кого не должно быть иллюзии. Вы должны знать, как только внутри страны появляются публичные лица, которые заявляют, что создали партию, политическое движение, и целью его является построение новой демократической страны. Вы за ними можете понаблюдать, если они в течение одной недели не подвергаются давлению со стороны власти. Знайте, это подставные люди режима, это подставные структуры режима. И такими подставными структурами являются сейчас все те, кто заявляет о своих целях, вот типа Жанна Казахстан. Это сразу я публично заявляю. Это подставная структура власти, и вы посмотрите, кто в нем участвует, и поймете. Там участвуют представители разных спецслужб, типа Комитет национальной безопасности Аль-Нур Мусаев, который заявляет о своей поддержке этого движения. И другие. Вы посмотрите персонали и увидите, они, каждый из них, были с этой властью связаны и связаны сейчас. Поэтому, к сожалению, единственная политическая сила, демократический выбор Казахстана, он сейчас есть, и он организовывает людей. Теперь я хотел бы сказать, дальше развить ответ свой Сергей Дуванов. Дело в том, что Сергей Дуванов, наверное, хороший, безусловно, аналитик, но он преувеличивает, когда говорит, что вот в Армении, в Грузии гражданское общество было развито, в Украине, например, что вот Казахстане не так. Он заблуждается. Более того, я просто скажу вам, как практик, который много раз посещал Армению, Грузию, Украину, в этих странах имел бизнес, лично знал президентов каждой этой страны, премьеров, правительства, крупный бизнес. Я вам просто говорю, как практик, который много лет занимался бизнесом и видел, как там все происходит. Я могу только согласиться, что украинское общество более развито, чем казахстан. С этим я соглашусь. Но, скажем, Грузия, Армения, я не соглашусь. У нас просто страна более богатая и, скажем, население в этой связи, скажем, какая-то часть более терпимая, они готовы терпеть, чем эти страны. А с точки зрения образованности, организованности, осознания, уровень Казахстана не меньше, чем в Армении или Грузии. Там, где я много лет работал, знал лично этого президента Сарксиана, хорошо знал Саакашвили. Я приезжал в 2005, 2006, 2009, 2008 годах, когда Грузия на моих глазах менялась. Менялась, при этом страна, у меня было такое ощущение, что она не поменяется, потому что я видел, где, в каких регионах боевые. У меня было такое ощущение, что над Грузией прошла тяжелая война. что была бомбардировка. И в течение трех лет эта страна действительно стремительно изменилась. Стремительно изменилась, потому что она была бедная, потому что удачно пришли к власти представители либеральных направлений, либеральных целей во главе Саакашвили, целая плеяда. И у нас таких людей много. Они были раньше, чем в Грузии. Они у нас были в начале 90-х годов. По разным обстоятельствам эти люди не пришли во власть в полной мере, не смогли именно сформировать тот курс, который сумел провести Михаил Саакашвили в Грузии. Поэтому я с этим не соглашусь, но смотрите, что получается. Первый вариант это Ждуны. Дуванов говорит, нам такое не нужно. Второй, диалог с властью не работает. Третий, протест тоже рискованный, потому что у нас нет гражданского общества. Получается, все три варианта не годятся. И Дуванов говорит, что нужно работать через социальные сети, это каким-то образом влияет на власть. И на самом деле это направление все равно у него перекликается с ожиданием, что нужно через социальные воздействия сети на власть, все может быть поменяется. То есть, как бы некое ожидание. В этой связи я хотел бы сказать, что Европа вся пережила период авторитарного правления, когда были монархии, императоры и все прочее. Но здесь, в Европе, все поменялось. Все поменялось, все изменилось. Почему? Потому что люди с этим боролись. Тогда не было социальных сетей, не было фейсбука. Люди начали бороться со своими режимами и везде победили. И у нас будет то же самое. Независимо от того, есть у нас социальные сети или их нет. Я считаю, что когда Сергей Дуванов приводит три примера и говорит, что везде все плохо, это напоминает известную сказку судьбу, муромцев, когда он подходит к развилке, падешь налево, в лоб получишь, падешь направо, в лоб получишь, падешь прямо, тоже в лоб получишь. Стоит Илья Муромец и думает, что же делать? А сверху ему голос говорит, иди быстрее, а то сейчас немедленно в лоб получишь. То есть это как бы безысходность, которую нарисовал нам Сергей Дуванов. и предложение работы в социальных сетях это недостаточно, это тоже из серии ждунов. Я вам предлагаю прекратить ждать, я вам предлагаю действовать, действовать в том числе через социальные сети, для того, чтобы набирать наших сторонников, влиять. 6 июля мы будем проводить митинги по всей стране. Я хотел бы озвучить озвучить собственно сам принцип и подход. Дело в том, что власти обычно всегда озвучивают заранее местоположение проведения вот таких мероприятий, время и так далее. Мы, к сожалению, понимаем, что сейчас власть, понимая, что 6 июля мы будем проводить массовые митинги по всей стране, они не объявляют местоположение, не объявляют время. В этой связи мы озвучиваем точно местоположение, которое нам известно, а также собственно сам принцип, куда нужно идти, чтобы участвовать в митинге 6 июля. Так вот, в Астане мы знаем, что это левый берег около мега сил Квей, это в сторону экспо Шар-Сфера. В этом месте сейчас в Астане собирают сцену. В Алматы это традиционная старая площадь. Старая площадь Астанас сейчас называется. Там каждый год проводят разные гуляния, концерты. В Шенкенте мы получили сведения, это на площади Альфа-Ради. В Казларде концерт парки президента. В Уральске концерт на новой площади будет в 21.00. А Темиртау у историко-культурного центра первого президента. В Ахтубе возле областного кемата и парка имени первого президента. В остальных регионах будем собираться в местах массовых скоплений, где традиционно проводят разные городские праздники. Мы провели вчера голосование и обозначили время. Наши сторонники предложили большинством голосов время в 20.00. В 20.00 уже жара спадает, в 20.00 светло, солнца много, в 20.00 мы имеем возможность снимать на телефоны и делать репортажи. В 20.00 по всей стране наши сторонники появляются в этих парках или местах массового скопления людей. И в этот раз полиция не может и не будет препятствовать проведению этих мероприятий. Мы ровно в 20.00. Наши активисты начинают активно действовать, озвучивать наши лозунги, одевать на руки голубые перчатки, поднимать в знак солидарности, когда наши активисты будут озвучивать, кто за бесплатное образование, наши сторонники в синих перчатках будут поднимать руки и озвучивать. Наши лозунги уже распространены. Я хотел бы обратиться к тем, у кого есть потребительские кредиты и ипотечные займы. У вас минимум 8,5 миллионов человек. Вы не измените свою жизнь. Вы будете получать заработную плату около 100 тысяч в тенге. Вы не измените свою жизнь, не сможете списать свои кредиты, если вы не начнете активно действовать. Я призываю вас 6 июля прийти на митинг ДВК и присоединиться к нам и озвучить свои требования. Не нужно бояться полиции, потому что полиция это тоже часть нашего народа. Да, они сейчас получили установку влиять, мешать и так далее. Но чему мешать? Мешать, чтобы ваша жизнь улучшилась. Как вы измените свою жизнь? Я привел три примера. Когда ждать не получается, когда изменить власть изнутри, а ждать перемен не получается, когда просто сидеть в социальных сетях, как предлагает Дуванов, это можно сто лет сидеть в социальных сетях, единственный выход, как это сделал весь мир, не имея ни фейсбука, ничего, это активно действовать. Активно действовать не малым числом, не выжидать, а именно миллионами, сотнями тысяч. И пример Армении показывает, что в этом случае все поменяется. Не нужно ждать так называемого созревания гражданского общества. Вы есть гражданское общество, у вас сейчас проблемы, вы если имеете телефон, можете сейчас посмотреть, как живут балтийские страны, которые вместе с нами отделились от Советского Союза в 1991 году. Вы можете посмотреть, как живут в Польше и Чехии наши программы, они реальны. мы как первые шаги, как ориентир берем эти страны, не какие-то фантастические страны, которые ведущие в мире. Первая десятка. Мы говорим средние европейские страны, при том те страны, которые вчера были вместе с нами в Советском Союзе. Это абсолютно реально. Это абсолютно реально. И реально то, что если вы будете сидеть дома всего бояться, вы никогда не измените свою жизнь. Вы так и будете действительно теми самыми маргиналами, которые Магалит Асмагабетов назвал казахов. Социальными аусадерами будет сидеть и ждать. Мы должны стать сильной нацией. Для того, чтобы стать сильной нацией, изменить свою жизнь, вы должны сделать первый шаг, прийти на митинг, потребовать объедниться, и вы увидите, как мы очень быстро все поменяем. В Армении сейчас идут огромные изменения. Это бедная страна. Она очень бедная страна. Доход на душу населения во много раз меньше, чем в нашей стране. Там идут сильные реформы, там идет борьба с коррупцией. Даже в этой бедной стране политическая верхушка умудрялась воровать у своего народа даже гуманитарную помощь. Вы понимаете? В нашей стране десятки миллиардов долларов свободны. Десятки миллиардов долларов генерят наше производство, наше нефтегазовое предприятие, наше горнодобывающее отрасль. Нам только нужно сменить этот режим, перераспределить доходы. Мы не будем ждать пресловутого коммунизма. У нас завтра изменится все, завтра немедленно. Приходите на митинг 6 июля и требуйте свои права и ваша жизнь изменится немедленно. Я заканчиваю на этом свой эфир и призываю вас еще раз 6 июля все на митинг организованный демократическим выбором Казахстана в 20.00 в местах массового скопления народа по всем городам и населенным пунктам страны. по всем не демократическим